Это не кризис, а специфическое положение. Так в российском правительстве прокомментировали текущую ситуацию в экономике. Есть ли выход из этого положения? Каких последствий ждать в условиях новой реальности? И чем запасаться? Продуктами или терпением? О том, какие изменения нас ждут в экономике, поговорим с кандидатом философских наук, профессором и политологом, директором Института экономических исследований и бизнес-образования РОБИС Владимиром Помыкаловым. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Ну вот как-то все случилось в одно время. Доллар, нефть, двойной удар, коронавирус. Вы к чему все-таки больше склоняетесь? К кризису или к новому явлению в экономике? Я прежде всего вспоминаю высказывание великого Мерфи. Есть даже целая отрасль знаний под названием Мерфология. Это юмор тех, кому не до смеха. Он говорил так. Это стало историческим его высказыванием. Если какая-либо неприятность может произойти, она обязательно произойдет. И если эта неприятность может произойти несколько раз, то она произойдет в самом неблагоприятном для нас порядке. Кризис, не кризис – это терминологическая разница. Вообще, я бы хотел, чтобы это был кризис. Потому что кризис – это всегда перелом в какую-то сторону. Как в медицине. Старые добрые времена означало, что организм борется, и вот он либо выйдет победителем из болезни, либо, извините, кончится все летально. Так вот, кризис означает в любом случае изменение ситуации. Коренное изменение. А то, что у нас случилось, не столько благодаря наслоению вот этих обстоятельств, сколько закономерный итог всей предшествующей нашей деятельности. Если мы шли не зная куда, то не стоит удивляться тому, куда мы попали. Вот так получается. Вот я читала одно из ваших интервью в кризисном 2008 году. Вот вы тогда говорили, что нам вредит нефтяная игла. Что изменилось с тех пор? Ничего не изменилось. Она продолжает вредить, только вреда гораздо больше и вред гораздо болезненнее. В те годы, когда я давал это интервью, в вечерке, по-моему, Челябинской, нефть была под 100. Сегодня она упала ниже 30. И наша зависимость от этой самой нефти стала болезненной. Начинается ломка, как это у наркоманов. Нефтяная зависимость сродни наркотической зависимости. И та ситуация, в которой мы сегодня оказались, это скорее тупик. И тут мне приходит в голову мысль, высказанная в свое время Стругацкими, что тупик – это идеальная ситуация для того, чтобы начать ломать стены. И мы с вами видим, как начинают ломать стены. Пересмотр конституции, изменение статуса, изменение политической системы, общества – это все ломаются стены, которые не дают выйти из этого тупика законными способами. Но в этот тупик-то мы пришли, как я начал разговор. Когда мы не знаем, куда идем, то не стоит удивляться тому, где мы оказались. Но вот все-таки это специфическое положение, чем оно опасно? Какие могут быть последствия? Последствий здесь множество. Последствия, прежде всего, экономические, последствия политические, последствия социальные. Но нас, как нормальных обывателей, интересуют, прежде всего, социальные последствия. Они уже ощущаются. Доллар скакнул за 70. Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем он подойдет к 100. А это значит, что мы, считайте, в два раза становимся беднее. У нас ведь основное производство отсутствует. Ну, ладно, Челябинская область более или менее благополучно чувствует себя с производством продовольствия. Курица, свинина, есть и молочная, есть и хлеб. Челябинская область, на удивление, кстати, многим-многим жителям нашей страны, незнакомым с Челябинском, это агропромышленная область. И, в общем, мы где-то находимся в состоянии продовольственной независимости. Хотя надо было бы хлеба больше производить. Вот. Но все остальное. Все остальное импортное. А раз импортное, значит, снижение курса рубля приводит, естественно, к росту цен. Вот некоторые... Да. И снижению уровня благосостояния. Моя пенсия сейчас 200, там, с небольшим, долларов. А в то время, когда я давал интервью в 2008 году, она была почти 500. Это были, ну, деньги. 500 долларов все-таки это деньги. Но в 2008 году нужно отметить, что там была инфляция 13%. Сейчас она все-таки где-то 4% официальная. Но это официальная инфляция. Я не поверю этой цифре. Она вычислена. Вычислена при помощи привлечения самых разных данных, которые бы ее делали более приличной. А вот в магазине я вижу, что она не 4%. Вот сейчас в США в экстренном порядке регулятор понижает процентную ставку почти до нуля. А у нас, ну, напротив, мы ожидаем повышения вот этой процентной ставки. Ну, я не думаю, что ее сильно повысят. Но понизить ее точно не понизят. Потому что наш Центробанк, наш Минфин не заинтересованы в укреплении рубля. Им выгоден нашему государству выгоден низкий курс рубля. Дешевый рубль. Потому что выручка при торговле с иностранными партнерами в долларах конвертируется в рубли и увеличивается в связи с этим в разы. И этот дополнительный приток рублевой выручки дает возможность микшировать те потери, которые получаются при торговле с зарубежными контрагентами. Да, нефть упала вдвое, но мы вдвое увеличим выручку внутри страны. Вот. Это означает, что подешевела рабочая сила, подешевела инфраструктура, подешевели люди, в конце концов, человеческий капитал. А бюджет не пострадает при этом? А вы знаете, бюджет – это не какая-нибудь там страдательная величина. Бюджет производен от экономики. Не экономика от бюджета, а бюджет от экономики. Бюджет можно нарисовать такой, какой нужно. Вот новая реальность. Рублей стало больше. Печатный станок обеспечит достаточное количество наличных. Бюджет будет наполняться. Так что здесь можно не волноваться. Потому что все внутренние программы подешевели. Подешевели, и их легче стало реализовывать. Но, с другой стороны, можно надеяться, что хотя бы все те социальные программы, которые были заложены в бюджете, они будут исполняться? Ну, в принципе, да. Для этого бюджет и существует. Это, повторяю, это бухгалтерский документ бюджета. Там дебет, кредит. И мы внутри страны можем управлять этим процессом. Здесь прибавим, тут убавим. Главное – свести концы с концами с приличным дефицитом. Ну, у нас, кстати, очень долгое время был профицитный бюджет. Сейчас он, видимо, как-то сократится. А что мы с этого профицита имели? Мы граждане. Профицит. Многомиллиардный профицит. А денег на здравоохранение, на образование, на социальные нужды не хватало. И нам при этом профиците говорили – денег нет, но вы держитесь. Вот нам придется держаться. Опять придется держаться гражданам. Сейчас некоторые строительные компании объявили о приостановлении продажи квартир. То есть они ждут повышения стоимости доллара и так далее. Чем это грозит? Вот если даже сейчас при таком уровне стоимости жилья его мало кто покупает, значит, они будут стоять, эти квартиры? Ну, тут просто эти строительные компании будут нести колоссальные убытки. Ведь они строят на кредиты, либо на заемные средства, в любом случае на заемные средства. И их нужно возвращать, когда они не возвращаются. Извините, это грозит банкротством. Получается пирамида. То есть я построил дом, продаю его и дашу тем самым кредиты, которые брал на строительство дома. И на это погашение я строю следующее. Если тут не реализуется, стройка останавливается, компании разоряются. Хорошо. Вот некоторые российские банки также заговорили о повышении ипотечной ставки. Какие процессы это может запустить? Ну, те же самые процессы. Ипотека остановится. Я вообще уже не раз говорил, что то, что у нас называют ипотекой, это не ипотека. Это обычное кредитование под залог имущества. Только имущество в данном случае недвижимость, жилье. Чаще всего это квартиры, которые никуда не денутся. И поэтому под залог квартир банки так или иначе, ну, более-менее охотно эти кредиты выдают. Кредиты. Ипотека предполагает достаточно сложный финансовый механизм, инструментарий. Там должны быть закладные. Они у нас есть, формально закладные. Но у нас нет рынка закладных. Нет опционов, которые складываются из этих закладных. Нет фьючерсов, которые все эти деривативы, производные финансовые документы, от закладной. Они, конечно, надувают финансовый пузырь. Но финансы вообще, это штука пузырчатая. Это вообще пузырь. Сейчас и говорят, что это уже как раз наступило время, когда это все должно было лопнуть. Вот как раз это то время. Да нет, я не скажу. Финансовые рынки достаточно нормально работали. Обеспечивали приток инвестиций. В этом их функция. Финансовые рынки – это источники инвестиций в производство. И в конечном счете они оказываются даже первичными по отношению к реальному сектору. И обрушение финансовых рынков – это, конечно, плохо для экономики. Это сокращение потока инвестиций. Но сказать, что это был пузырь, который лопнул, сегодня так нельзя. Хорошо. Коронавирус, говорят, что он стал просто триггером мирового кризиса. Вот как это может отразиться на экономике региона? На экономике нашего региона это может отразиться, естественно, только отрицательно. Вы знаете, с нашим здравоохранением это может быть настоящей катастрофой. Ни для кого не секрет, что наше здравоохранение в полуразрушенном состоянии находится, к сожалению. Я сегодня попытался найти телефон, горячую линию, по которой можно обратиться для тестирования на коронавирус. Это телефон Министерства здравоохранения? Да, но мне там никто не ответил. Вот это, во-первых. Там есть горячие линии, но для инвалидов, то есть по поводу инвалидности, по поводу еще каких-то социальных проблем. А этого нет. Лабораторий в Челябинске нет. В Челябинск привезли тест-системы, которые при обращении в больницу могут проверить меня на наличие коронавируса. Если он подтверждается, то эти результаты отправляют в Новосибирск. У нас три лаборатории в стране. Москва, Петербург и Новосибирск. А это все занимает огромное время. И потом, сколько у нас людей обследовано? Это же 0,1%. 0,1%. А вот все-таки у нас есть промышленные предприятия. Опять же, металлургических очень много предприятий. Они каким-то образом могут пострадать от этой эпидемии именно в экономическом плане? Ну, естественно, это кризис. Нельзя опять говорить тут кризис. Но это проблемы с работниками. Если работники все запрутся дома и две недели будут сидеть, то кто будет стоять у мартеновских печей, как там в песне поется? Одна надежда на то, что в этой ситуации вирус не выживет. Мы-то выживем. А вирус может не вынести таких условий в горячем цеху. Вот еще такой очень важный вопрос. Что сейчас вот в этом специфическом положении все-таки делать? Бежать в магазин, покупать крупы, спички, туалетную бумагу. Что делать и что делать с деньгами, если они есть? У меня такой вопрос не стоит. Здесь, конечно, самое интересное. Почему ажиотажный спрос возник на туалетную бумагу? Да, вот это тоже очень вопрос интересный. Но нам это не грозит. Мы к ней не так давно привыкли. Это в основном в Америке, да? Да. А вообще вся эта суета, на мой взгляд, абсолютно бесполезна. Ну, нельзя накупить круп на годы вперед. А нефть, я так думаю, в районе 30, между 30 и 40 будет держаться сейчас долго. Потому что нефти произведено очень много. Спрос на нефть сокращается. Запасы, повторяю, огромны. Мы торговать нефтью дороже, чем, допустим, это делают саудиты или Соединенные Штаты Америки, не можем. У нас себестоимость нефти значительно выше, добыча совершенно другая, гораздо более дорогая. В эти технологии, совершенствующие добычу и переработку нефти, мы денег не вкладывали. Она у нас допотопная до сих пор. И эффективность переработки, глубина переработки нефти у нас самая низкая в мире. Поэтому, дай бог, чтобы из тонны нефти получали 500 килограммов бензина. Но вот кризис, опять же, говорят, что кризис – это новые возможности. То есть, вот какие-то возможности, что мы сейчас можем изменить? Вот вы уже говорили об этом, что начинаем ломать стены, меняется… Да, это не мы начинаем ломать стены. Это не мы. Для экономики, для бизнеса нужна стабильность. Нас стабильностью уже замучили. Но какая же это стабильность? Когда ломаются устои, мы рассчитываем на то, что жизнь наша будет продолжаться, мы строим планы, мы организуем совместную деятельность, бизнес, а к нам приходят и говорят, теперь все будет по-другому. Теперь все будет по-другому. Эти стены мы ломаем, строим новые. А что мы строим? В наших ли интересах это строится? Нам это не объясняют. Нам говорят, что стабильность – стабильность. И как раз в момент провозглашения стабильности происходит обрушение. Это очень знаменательное совпадение. Именно в момент произнесения речи о предыдущей стабильности рубль рухнул до неимоверных уровней. Есть какие-то все-таки положительные моменты? – Ну, первый положительный момент. Я процитирую Занитую Раневскую. Если человек хочет жить, то никакая всякая медицина бессильна. Вот, мы жить хотим. И не такое видали. Поэтому выживем. Это безусловно. Правда, с потерями и будет трудно. Это первое. Второе. Обнажается скелет, политико-экономический скелет нашего общества. Все чаще мы видим истинную картину происходящего. Вот. И, ну, что тут говорить? Есть возможность помолчать, поскольку все очевидно. Еще есть другая фраза, что все, в конце концов, заканчивается хорошо. Если пока еще плохо, значит, это все-таки не конец. Спасибо вам за эту беседу. Владимир Помыкалов, кандидат философских наук и профессор, директор Института экономических исследований и бизнес-образований Робис. Мы говорили о том, каких изменений нам ждать в экономике в ближайшее время и какие возможности использовать. С вами была Марина Кленова и программа «Есть вопрос».